Пиратские интернет-ресурсы, не удалившие краденый контент, начинают блокировать пожизненно. Такая формулировка в новых решениях судов. Их уже более десятка. Подобная участь грозит еще двум сотням сайтов, если их не захотят вывести из тени. Возможно ли это? Разбирался Петр Дерягин. Без права на возвращение. С карты Рунета навсегда исчезают настоящие пиратские флагманы. Кинозал.тв, рутер.орг и с ними еще десяток сайтов, распространяющих нелегальный контент. Решение суда о пожизненной блокировке уже есть. Их ступель в силу через несколько дней. Уже было решение суда об удалении нашего контента с этих площадок. Повторно контент был там обнаружен еще раз. И мы подали повторный иск. Два выигранных иска со стороны одного и того же правообладателя. И означают, что песенка «Пирата спета» — это главное условие блокирования сайтов в новой версии антипиратского закона. Она вступила в силу 1 мая. Пожизненная блокировка — сразу 11 ресурсов. Мощный удар. Больше половины этих сайтов имели аудиторию в десятки миллионов пользователей. Процесс уже не остановить, боюсь. Мы ожидаем, что к началу следующего года мы одновременно... Одновременно у нас в работе будет больше 200 сайтов. На данный момент около 40. Во всех случаях, в отношении всех планирующихся 200 сайтов, А в конечном итоге результатом, если они не пойдут навстречу, будет блокирование, постоянная блокировка. Как качали, так и будем качать. Популярное мнение в интернете. Действительно, любители пиратских фильмов и музыки научились обходить запреты. А некоторые сайты многократно копируют себя и находят новые адреса. Есть различные с технической точки зрения инструменты. Там будет VPN-туннель, анонимайзеры, прокси-серверы. Но общий смысл в том, что это некая программа, которая перенаправляет запросы пользователя вне инфраструктуры блокировок. Но в Роскомнадзоре подтверждают эффективность своих методов цифрами. Вот данные по трекеру router.org. 70 миллионов посещений в месяц до 1 мая. И только 26 миллионов после того, как закон заработал в полную силу. Даже временные блокировки эффективны. Показательное и то, что владельцы торрент-трекера впервые за годы работы выходят на связь с федеральным ведомством. Для личной встречи с правообладателями и сотрудниками Роскомнадзора из Израиля прилетел один из владельцев крупнейшего файлообменника – рут-трекера. Представитель рут-трекера в понедельник нам сказал буквально следующее. Что когда в СМИ пошли сообщения о готовности правообладателей только подать иск о блокировке, о постоянной блокировке этого сайта, от них сразу два крупнейших рекламодателя ушли. Эффективность блокировок подтверждают сами владельцы сайтов с нелегальным контентом. Многие пираты сейчас пытаются выйти из тени и начать работать легально. При этом наш закон никак не наказывает пользователя. Хотя, например, в Германии штраф за скачивание лишь одного фильма – 1000 евро. Похожая система работала во Франции. Там вообще грозились отключать пользователя от всей сети. Правда, такие европейские методы в последнее время показывают свою несостоятельность. Отключать от интернета, как планировали изначально, это посчитали неверно, потому что человек лишается доступа к информационному потоку. А наказывать, штрафовать именно за пиратство нужно доказать, что за этим опешником сидел реальный человек. И суды эти доказательства затребовали. А агентство, которое этим занималось, эти доказательства представить не смогло. Самая нормальная в этом плане страна – это Россия. Потому что схема, которую внедрил Роскомнадзор, она наиболее продумана и наиболее технична из всех, которые имеются на данный момент. Конечно, ограничение доступа к пиратским сайтам – лишь одна сторона медали. В Рунете должна появиться удобная замена этим ресурсам. Например, доля легальных онлайн-кинотеатров за последнее время увеличилась в разы. Не исключено, что такими законными ресурсами в будущем смогут стать сегодняшние пираты. Петр Дерягин, Андрей Бакашев, Марина Светлая, Ольга Герасименко, Ярослав Зорин. Первый канал.